В наши руки попал ролик новой игры Delta Force Blackout Down. Игра, как легко догадаться, сделана по одноименному фильму в отечественном прокате, получившему название Десант Черного Ястреба. Как видите, разработчики перенесли в игру драматические события фильма один в один. Сделать это несложно, ведь более идеального материала для 3D-экшен, чем Черный Ястреб, просто не придумать. Весь фильм его герои заняты планомерной зачисткой столицы Сомали в Магадиши от коварных боевиков. Неплохой графический движок делает это занятие не только увлекательным, но и зрелищным. Как будет выглядеть новая игра из бесконечной саги о приключениях Лары Крофт? Ответ на этот вопрос на ваших экранах. Знакомьтесь, Tomb Raider The Angel of Darkness. Мистический сюжет, толпы врагов, реки крови, новый графический движок. Перед вами все компоненты, из которых слагается очередной хит. Правда, поклонники очаровательной Лары купят любую игру про приключения своей любимой героини, пусть даже на движке образца 96-го года. Это последний выпуск новостей на сегодня. В студии был Дмитрий Довженко. До свидания. Друзья мои, у меня радостное событие. Сегодня главный по играм не вышел на работу. Представляете? Заперся у себя на кухне, никого не пускает, к телефону не подходит. Короче, прямое включение со строевской кухни. Смотрим. 5, 4, 3, 2, 1, time to start. Ну, где же они обитают? Земля, пропитанная ядовитыми испарениями. Да нет, не пахнет, вроде. Здесь колбасой, вроде. А, ну да, это я. Когда я пишу, ну, не важно. А, вот это кофе, пахнет. Кофе, ага, ага, кофе. Ну, ну, так и что, ну, так что, ядовитыми, это все, извините, что-то они там напутали. Ну, что, да, они тут, конечно, напутали они. Ну, я ничего сейчас. Сейчас. Слушай, ты, гоблин, какая земля, какие испарения. Я только что карту нюхал. Абсолютно естественный запах. Да. Что значит, раздул глаза? Ну, да, раздул, да. А, вот здесь по центру что-нибудь? А, это же почти одна шестая часть карты. И они здесь живут? Этой зимой судьба мира будет в своих руках. А, говорилось в невероятно красивом рекламном ролике Warcraft 3. Правда, прошло почти полтора года, прежде чем, скажем сразу, это шедевр. Сюжет 3-го Warcraft проработан настолько, что, надумая кто снимать по игре фильмов, с превосходным сценарием не будет никаких проблем. Сценаристу останется только выбрать наиболее захватывающую из нескольких сюжетных линий. Люди и эльфы, орки и гоблины и прочие сказочные народности заняты не столько взаимоистреблением, сколько борьбой с нежитью, которые руководят коварные демоны из так называемого Пылающего Легиона. Вот, значит, вот этот вот, он мечтает объединить кланы. А кланы эти, надо сказать, ночью по горам с оружием шастают. И гадят. Кто на дозоры нападут, кто эльфа украдут, а потом выкуп просят. А чуть-чуть, то сразу к гоблинам бегут. Мол, нарушают их права, а свобода демократические. Требуют войска вывести. О! О! Этот вот на трон рвется. Тут у меня таких около десятка. Раз в четыре года из пещер вылезают, прихорашивают и давай орать. Че они хотят сделать? Когда на трон попадут. А, пусть орут. Не страшно. Пока. На ваш выбор предлагается четыре враждующих стороны. Люди и орки, враждующие два предыдущих Варкрафта, нежить и темные эльфы. Правда, в режиме долговременной кампании вы не можете выбирать враждующую сторону. По мере развития сюжета вам придется поиграть за все разные. Игра за людей или за орков вызывает легкую ностальгию. Значительная часть воинов и построек взята из предыдущих частей. А вот игровой процесс при игре за нежить и эльфов похож на некоторые моменты StarCraft. Ходячие мертвецы могут строить что-либо лишь на земле, пропитанной ядовитыми испарениями. А у эльфов постройки могут ходить и даже обороняться. Это ж надо, а. Одна шестая часть отдана ходячим мертвецам. Зачем им столько? Они все равно умерли. А теперь ходят, бродят, как призраки по Европе. Строят здания для светлого будущего. Я, кстати, тоже один раз пытался помочь постройку. Ага. А оно. Не выдержал базис. Вот стройка слишком большая. Ну ничего, народ, конечно, по кусочкам. Ш-ш-ш-ш. И строят теперь. Подденется. Маленькое свое, как, здание. А-ха-ха-ха-ха-ха. Если вы помните, в Warcraft 2 наиболее выигрышной стратегией было производить огромное количество пушечного мяса и двигать его на вражеские базы. В третьей части реализовать такой тактический ход будет почти невозможно. Не позволит местная экономика. К тому же, среди ваших воинов есть и герои, обладающие уникальными возможностями. Более того, герои могут накапливать опыт и улучшать свои боевые характеристики. Системные требования. Pentium 3500. 256 МБ памяти. 3D-ускоритель. 5D-п Etsy.